Добрый день, дорогие зрители! Это единственный и неповторимый Феном, и сегодня я вам предлагаю седьмую часть моего прохождения игры Ведьмак 2 Убийца Королей. Итак, в предыдущей части мы продолжали собирать информацию насчет разных вещей около городка Флотсама. Мы поговорили с эльфом Седриком, который нам рассказал о том, что... Ну, а вообще о некоторых вещах, которые происходили флотсами в плане эльфов, и немного рассказал, по-моему... Ну, он, в принципе, рассказал о том, что он расставляет ловушки и помогает людям ориентироваться и проходить леса вокруг Флотсама, потому что в них живут достаточно много различных тварей и опасных животных, и также, конечно, там орудуют банды Скайотелли. Поговорили с ним, получили с него полезную информацию насчет того, что, например, недалеко от Флотсама находился какой-то дом, в котором поселяли людей, которые лишились разума. Их... за ними там ухаживал какой-то, по-моему, то ли монах, то ли еще кто-то. Но во время войны с Нильфгардом этот... Этот, как бы, сумасшедший дом сожгли. И тут там пропало несколько людей недавно, и, может быть, там... с этим тоже надо будет разбираться. Потом, после того, как поговорили с Седриком, пошли поговорить также с Шиалой, чародейкой, которая помогла отогнать Кейрана, огромного монстра. Поговорили с ней, немного ничего особого там не узнали, кроме того, что она там строит какое-то устройство, с которым она может коммуницировать со своими подругами-чародейками. И в конце мы заработали немного денег, занимаясь... Занимаясь, скажем так, спортом. И, если честно, я не помню название, как это... Как называлось то, что... А, ну, борьба на руках, ладно, можно и так сказать. Да, борьбой... занимались борьбой на руках. И сумели повалить с первой попытки всех... По-моему, четырех противников, которых нам предоставили. Итак, возвращаемся теперь обратно, подберем какие-то, может быть, последние сведения, и потом отправимся... Отправимся в лес. Отправимся в поиски... Решений на наши вопросы. Оп, немного лагов. Зачем ему два меча? Один запасной? Наверное, он их часто теряет. Так. Все герем. А, это один из эльфов. Да что ж ты делать-то будешь? Ладно, он не хочет говорить. Нефига не будешь делать. Ну, это буду делать. Да. Так, там выходы с города. Малышня, отошли. Так, ремесленники... А, почему здесь зеленые... Есть работа для ведьмака. Да на троих ведьмаков хватит. Токма денег у нас, почитай, нету. Небогатые мы. Что-нибудь придумаем. Ты вот что. Ты во флот зам сходи. У постоялого двора прибиты письма разные. Вот там все и найдешь. Токма тролля нашего не тронь. Чего бы городские про него не говорили. Хм, интересно. Есть другая работа. Денежная. Старик у нас есть. Лореда себе чародейку прикупил, значит, денежки у него пока водятся. Ты о кироне? Мне-то откуда знать, как вы его называете? Чудище речное. Еще нашим прадедам он кровь портил. А теперь совсем разошелся. Сети рвет. Рыбу травит. Даже Лореда, наконец, прочухал. И экономика, говорит, страдает. Надо нанимать чародейку. Ладно, понял. Этот чел нам кое-что рассказал. Может быть, тогда получается этот? Ты еще одного короля убили. Жалко не всех. Этот чел может что-то рассказать. Нет, не может. Э, отошли. Ох, сынок, что-то ты бледненький. Больше ты никого не продашь. Поговорить с Маленой? Это что за прикол? Так. Ага, в адрес эльфки Малены. О чем ты? Я не понимаю. Комендарь. Что здесь происходит? Это курва, шпионка скотогелей. Доказательства есть? Тебе-то что? Спокойно. Она все время торчит в гарнизоне и пристает к нам. Родрик говорит, что трахнул ее. Только я вот не верю. То я трахнул? Это все доказательства? Погибли двое наших. В последний раз обоих видели с этой сучарой. Я просто поговорила с ними. Потом они пошли куда-то к пещерам. Больше я ничего не знаю. Врет, сука. Она завела их в засаду. А почему бы не проверить пещеры? Там полно всякой дряни. Ладно. Я со всем разберусь. А вы мне заплатите? Подождите меня на пристани. Так, подобрал задание. Спуститься в пещеру рядом с флотцем. Ладно. Посмотрим, где у нас на карте эта пещера показана. А, не отслеживается задание. Ладно. Пещера, куда пошли пропавшие стражники. А где эта пещера-то? Они мне не сказали. Посмотрим, здесь может что-то есть. Да, сюда не... Ладно. Да, на карте... Карта это тоже не очень помогает. По крайней мере, то, что я сумел здесь увидеть, это мне ничем не помогает. Ладно. Побежали обратно. Донусное предложение. Возвращаемся в город. Сейчас еще дневное время. Немного помедитируем. Смерть, Йорвиду! Белок, носу! Так, да. Чтобы время прошло, и тогда поговорим с комендантом. Когда наконец-то узнаем все предложения, которые у нас... Которые нам дают, тогда... Тогда и будем действовать. Так. Зайдем-ка сюда. О, кошары. Круто. Это интересная дверь. То ли не загрузилась, то ли еще что. О, и неплохой глюк тоже. Куда-то все-таки доелись. Так, проход вроде бы здесь. Талантов вроде новых нету. Ожидание. Так, 7 часов вечера. А, заперт. Э, придурки. Лоредо хотел меня видеть. Комендант занят. Приходи вечером. Аж сейчас-то что? Дебилы это. Ладно, подождем... Подождем еще немного. Ну, теперь уж точно вечер. Тебе чего? Комендант хотел меня видеть. Сдавай оружие. Погоди, Волк. Мне тоже надо поболтать с господином комендантом. Офицер. А ты, мелкий прощалыга. И если я захочу, чтобы ты... Идем уже, Роше. Роше, как всегда, качает авторитет. С таким войском Лоредо даже пьяных лесорубов не усмирит. Что там говорить про Йорвита? Баллиста. Этот ублюдок обзавелся баллистой. Ты хоть представляешь силу этого оружия? О, да. Плечи, усиленные медными плитками. Тетива из конского волоса. Эта машина способна забросить тяжелый болт даже на милю. Умелый расчет может сделать два выстрела в минуту. Однако отдача так сильна, что выстрелить дважды в одно и то же место просто невозможно. Где-то я это уже слышал. Ты разбираешься в баллистах? Я знавал того, кто разбирался. А, неважно. Надо вывести ее из строя, иначе мы все будем зависеть от прихоти Лоредо. Они сейчас все в дугу пьяные. Я попробую отвлечь стражников. Остынь, Роше. Мне не хочется снова драться одному со всей толпой. Пока баллиста работает, никто не пройдет по Понтору без ведома и согласия Лоредо. Я этим займусь. Ты лучше иди выпей. Придумать, как сломать баллист? Подумать только. Эта вот пьяная голытьба должна защищать людей от белок. Банда-пьяница. Йорвид их всех в одиночку бы разметал. Хорошо, что ему до сих пор не пришло это в голову. Так, ладно. А где у него эта ам? Не крутись здесь. Не крутись здесь. Ладно, ладно, успокойся. Развлечемся. Разнющивают тут, как... Что это за беленькая цыпочка? Ой, извиняюсь. А один так себе ставит, будто король какой. Так, солдаты... О, это стучат. Я не люблю выродков. А я не люблю тупых мясников. Чё надо, мутант? Давай поборемся на руках. Ненавижу мутантов. Я тебя раздавлю, врод. Это мы ещё увидим. Не заводи, Геральт. А уж совсем хорошо, если есть кого оттрахать. На счастье, господин комендант обо всём позаботился. И правда. Иди сюда, маленькая. Дядя расскажет тебе сказку. Хе-хе. Ненавижу паршивых мутантов. Да ты уже говорил. Так, этого чела я положил. Есть ещё какие-то варианты? Прошу. Так, это ещё эти чела. Доброго дня. Я чужих не люблю. А, ещё бы. Чего надо, уродец? Я хотел устроить сюрприз моему приятелю. Видишь, вон того грустного парня у баллисты. На днях один козёл хотел, чтобы я ему стихи читала. Я таких глупостей не люблю. Я имел в виду нечто более обычное. И что надо делать? То, что ты умеешь лучше всего. Ладно. Только отведи его подальше от баллисты, когда будешь им заниматься. Тогда придётся доплатить. Как это? За дополнительные услуги надо доплачивать. Такие правила. Будь по-твоему. Ладно. 97 Оринов? Как насчёт 50? Ладно. Пойду займусь этим придурком. Отлично. Вышел молоденький эльф на дорожку. Чтоб твою мать. А красная дает ему выставила ножку. Чтоб твою мать. Что ж ты пень, дюк, расслабиться, угрюмой ты наш. Чтоб твою мать. Я на службе. Настучу твою мать. Чтоб твою мать. Все твои друзья отлично проводят время. Чем ты хуже? А ведь верно. Пойдём-ка. Отлично. Сработал. Так. Отлично. Новый этап задания. Баллиста. Так, где у нас это? Ну ладно. А, задание вычисли. А, бабцы на помойке. С такими сиськами, ты все демелью пыкаешь водкой. А уж совсем хорошо, если есть кого оттрахать. Так, ладно. Пошли поговорить с верным Роше. Знаете почему? Лореда занят. У него эта ведьма, Шиала. Позже заходи. Геральт, идём-ка. Надо поговорить. Хорошо. О чём разговор в таком случае? Да. Подождём, пока сиятельная госпожа наговорится с досточтивым хамом. Жалко времени просто так стоять. Кажется, тут собрали стражу со всего Флотзема. Надо бы осмотреться. Видел стрелка за домом? Я его отвлеку, а ты попробуй пробраться на задворке. Надо бы узнать, что они так стерегут. Простите, Милсдери. Я случайно услышал ваш разговор. Что надо? Собственно, у меня к ведьмаку есть дельце. Я тут кое-что предложить хотел. Ну давай послушаем. Я так понимаю. Вы сюда не для собственного удовольствия явились. Правильно понимаешь. Вы уже слыхали что-нибудь о чудище в реке? Да, что-то такое слышал. Можно предположить, что рано или поздно вам его наверняка закажут. Таким образом, я допускаю, что... Хватит уже допускать. Выкладывай, наконец, в чем дело. Наш благородный господин располагает частью ловушки, приготовленной специально для этой бестии. Так. За домом находится склад. Лоредо держит там вещи, реквизированные у купцов и путников. И добра там очень много. Но ты знаешь, где именно искать эту штуковину? Именно так. Я видел, как солдаты коменданта выносили это устройство в сад. Они поставили ящик на платформе у самой стены, со стороны ремесленного квартала. Зачем ты мне об этом рассказываешь? Потому что надо как можно скорее избавиться от этого чудища. Удачи! Так, стражника я беру на себя. А ты попробуй пробраться во двор. Ага. Гениально. Лучший план. Девочки гребаные. Уж я-то знаю, как их приструнить. Умный нашелся. Боец, доложи обстановку. Хватит уже языком молоть. Слишком мы с ними цацкаемся. Скоро у нас в гарнизоне и солдата не останется. И я, Протон. Чего там выбирать, который... Молчать! Я тебя научу уважением к старшим подводам. Во флот замер... Да я тут. Твое счастье, что тебя комендант ждет. Идем. Черт. Господин комендант. В саду ведьмака поймали. Давай его сюда, и оставь нас. Так точно. Мы только что обсуждали кое-какие вопросы. Как я понимаю, ты тоже по делу? Комендант хотел меня видеть. В таком случае я вас оставлю. До свидания. Ну вот и ты. Наконец-то. Меня не пускали, пока здесь была чародейка. Ты ее видел? Размалевана, как маркетанка на марше. Чародейки думают, что им все можно. Я слышал о том, что произошло в Тимерии. За тобой выслали разыскную грамоту. Дело паскудное. Но я думаю, мы как-нибудь договоримся. Я представляю здесь закон. Я хочу знать, что легендарный Белый Волк ищет в нашем медвежьем углу. Интересно, рассказать ему это или нет. Черт с ним. Попробуем пойти так. Я ищу того, кто виновен в смерти Фольтеста. Здесь? С Каэтаэли замешаны в этом убийстве. Их следы привели нас во Флотзам. Тогда тебе повезло, что ты со мной встретился. Если на руках Йорви, ты действительно королевская кровь, я помогу тебе его найти. Что у тебя с Вернаном Роше? Почему ты его не впустил? Роше, а ты знаешь, что про него говорят? Люди вроде него сперва действуют, а потом уже думают. А когда они начинают действовать, то почти всегда льется невинная кровь. Я надеюсь, что ты на нашей стороне. На которой? Людей из Флотзама, которых много лет пытаются истребить эльфские бандиты. Так, ладно. Местные раздоры меня не касаются. Ты ведь убивал эльфов у стен Флотзама. На нас напали. Ты просто не понимаешь. Это ты чего-то не понимаешь, Лореда. Я, строго говоря, тоже не человек. Может, ты эльф? Краснолюд? Нет? Тогда хватит молоть чепуху. Мне насрать на то, что тебя обзывают выродком, что у тебя белые волосы и глаза светятся. Ты такой же человек, как и все. Здесь война. И верхом на заборе не усидишь. А эльфы и краснолюды из Фактории? Кузнецы, торговцы, звероловы? Они охотятся, едят и спят вместе с людьми. На чьей они стороне? Не знаю. О том и речь, ведьмак. Когда дерешься за жизнь, нужны только надежные союзники. Не люди Флотзама. Ты прав, они едят, трахаются и срут среди нас. Но кто знает, что будет, когда Йорвид позовет их на последний бой. Разве они не доказали своей лояльности? Они прячутся от Йорвида за стенами. Но они его понимают, ведьмак. Его язык, его методы, его веру. Мы позволяем им жить среди нас. А они однажды перережут нам горло и откроют ему ворота. Мне не по себе от таких разговоров. Ты ведьмак. Твоя задача защищать простых людей от чудовищ. Я же охраняю людей от опасности, притаившейся среди деревьев. Можно... Ай, черт с ним. Ненавидишь нелюдей. Я ненавижу Йорвида. Ненавижу труса, который вместо того, чтобы сражаться с солдатами, нападает на безоружных. Ублюдка, который, убивая женщин и детей, кричит, что сражается за свободу. Он чудовище, Керальт. Зло, от которого я и пытаюсь защитить, ему помогает, для меня и сам становится чудовищем. Я понял. Я не прошу, чтобы ты справиться со всем его отрядом. У меня есть на этот счет, но я не буду вдаваться в подробности. Белки что-то замышляют. Они подбираются все ближе к гавани. Есть подозрение, что они хотят захватить барку, которая у нас пришвартована. А что на барке? Бандиты, убийцы, насильники. Все они должны быть отправлены в лагерь Дракенборг, как только... Как только к ним присоединится их поверженный предводитель. Вишенка на торте и самый ценный трофей в коллекции Бернардо Лоредо. Точнее и не скажешь. Покуда ее рвет на свободе, люди, эльфы и краснолюды не смогут жить рядом без взаимных подозрений. Я должен разузнать, что затевают белки. И я-то как тебе помогу? Ха! Ты недооцениваешь меня, ведьмак. Я иногда пристрастен, но я не посылаю на виселицу невиновных. Хотя... Однажды с нелюдьми придется что-то делать. Вот, к примеру, твой дружок Золтан. Он же общался с Йорветом. Как он мне поможет, если его за стены не пускают? Ха-ха! Не торопись, Геральт. Доверие надо строить постепенно, шаг за шагом. Убей Кейрона, и я прощу твоим приятелям все грехи. И тогда Золтан приведет тебя к Йорвету. Хм. Я ведьмак. За даром не работаю. Само собой. Если поможешь поймать командира Скаетаэлей, получишь сполна. Во флотзамской казне хватит аренов, чтобы заплатить Ведьмаку. Хм. Интересно. Я понял все, что ты хотел сказать. Мне хватит. Ты отказываешься мне помогать? Ты подлая тварь, Лореда. Желаю тебе однажды столкнуться лицом к лицу с Йорветом. И пусть победит сильнейший. Ты пожалеешь об этих словах, Ведьмак. Обещаю тебе. А сейчас прочь с глаз моих. Ладно. И куда идет эта дверь? На улицу. Ладно. Прохода нет. Черт. Ладно. Посмотрим, что на все это скажет Роше. Ему я доверяю больше, чем... Этому. Больше, чем Лореда. Вот урод. С порога развернул. Так, я надеюсь, свои мечи я обратно получу. Встретимся позже. Не забудь оружие, когда будешь уходить. Так. Так. Расставим все обратно там, где оно должно быть. Так. Описание главоклазов. О. Хм. Ладно. Черт, с ним это меня не особо интересует. Так. Где у нас продолжается... А, это уже закончилось. Хм. Интересно. Ладно, у нас осталось тогда задание Кейрана. И еще пара контрактов. И, конечно, насчет... Этой Малена, или еще как ее там зовут. Посмотрим, что на карте у нас... А, на карте есть. И прям показано, как... В какую пещеру надо идти. А, он чего? А он мне... У меня есть другой... Ладно, черт с ним. Можем и ночью выйти за пределы Флотзена. Так. Ну, что у нас здесь происходит? Мы снаружи подождем. Только давай быстрее. Ну, вы красавчики, конечно. Герои, черт возьми. Так. Круг силы, регенерат. Так, что все собрали. Больше. В пещере увидим, чья она. Ладно. Так. Есть здесь что-то еще? Почему этот мешок засветился? Ладно. Так, еще травы. Накер. Хм. Накер вонь. Ой, е-мое. Давайте, твари. Черт. Ну, как они так много поцают? Так, ладно. Ладно. Только во время медитации Блин Ладно Срезали Здесь нельзя выполнить это действие Ладно Это все Так, возьмем все эту Все эти реагенты Так, 93, 94 Да, не весят так много, как казалось Черт Так Куда я что-то забыл Так, это Вроде бы никого нет больше Арена и молот Молот мне не нужен Что у нас здесь? Арена, алмазная пыль и укрепленная кожа Ну ладно, кожу вот можем Вот кажется свежий след Так, ладно Свежий след Продолжаем Тогда идти вперед Слышу какие-то звуки А, еще Накера Отлично Никуда себе так замазал Черт Ну и что же все вход Мещера Накера Ладно Ладно Этих убил Есть еще Не похоже Так Так Соберем все эти шмотки Давай-ка О, трофей на Накера Хм Интересно Так, сюда я спуститься не могу О, черт Ё-моё Сколько же их Блин Не убьет же меня Ё-моё Накера Да уж Это было бы Жестоко позорно Ладно Восстановим здоровье Черт Я сейчас потеряю Регенерацию Так, ладно Быстро сбегаем Обратно Тоже Пять минут Там маялся В этой тупой пещере Все-таки Не так я хорошо Помню Как пользоваться Да Не так Помню Правильно Пользоваться Своим этим Амулетом Как мне казалось Плюс я потерял Регенерацию А Потерял Регенерацию С этого С места силы Но теперь Теперь я могу Зато Выпить Ласточку Им действует 10 минут Походу Жахнем Так И плюс Персонаж Что еще Мы можем Подобрать Представляет Метать ножи Восстановление Восстановление Энергии В бою Отбивать Стрелы Ладно Черт с ним Восстановление Энергии И Я Теперь Открыл Остальные Ветки Способности Геральта Отлично Можем Тогда Двигать Дальше Да Это видео Немного Задержится Потому что Все-таки Не ожидал Что мне придется С такими Проблемами Сталкиваться Ну черт Чмошник Сдохни О черт Что-то я Увлекся Больно Эй ну Из-за той Тупой Анимешки Я сдох Ну конечно Это ажурно Ну и Последний Вариант Игры Будет Где Уууу Да Это конечно Все очень Круто Но Да Ладно Вернусь я тогда Обратно На пещеру И будем В принципе Будем исследовать Эту пещеру В следующей части Только на этот раз Попытаюсь Быть Чуть Более Осмотрительным Да Вот в это место Мы снаружи Подождем Давай быстрее Здесь тогда и остановимся И тогда Ну да В следующей части Попробуем зачистить Эту чертову пещеру И Да Зачистить пещеру И узнать Все таки Кто прав Стражники Или Или эльфийская девка Хотя мне уже Мне кажется Что там ясно Кто будет прав И Мне это очень уже Не нравится В любом случае На этом мы закончим это видео Итак Я надеюсь Что вам понравилось это видео Если это так Тогда подпишитесь на мой канал Если вы поставите лайк Или напишите коммент Это будет очень-очень полезно И не забудьте Что у канала Есть свои странички В фейсбуке Твиттере и вконтакте Ссылка на них Можно найти в описании Этого видео И на этом тогда и будет все Спасибо вам за то Что смотрели И увидимся в следующий раз